Пожар Сначала в огне была лишь восточная сторона, затем огнем охватила весь дом Работало почти 30 единиц техники, но и они не справлялись, лестниц не хватало Здание оцепили и начали эвакуировать людей Это чудо, но жертв, к счастью, нет Понятно, что животные, ценные вещи, много еще чего осталось в огне Кто-то кричал и стал путь, что на последних этажах еще есть жильцы в квартирах Спасатели эту информацию проверили, к счастью, она не подтвердилась Огонь распространялся так быстро, что уже через полчаса люди вручную оттаскивали горящие машины со двора Огонь бушевал между сайдингом, который обшит весь жилой дом, и непосредственно стенами Именно поэтому было принято решение тушить огонь с воздуха Этим занимались вертолеты Ми-8 Ну а в школе номер 150, которая находится недалеко от места пожара, был создан пункт временного размещения погорельцев Там организовали ночлег и питание Мэр города Эдхам Акбулатов провел конференцию с пострадавшими от пожара Дом был отключен от водоснабжения и электроэнергии Мало кто знает, но глава города провел с жильцами еще одну конференцию примерно через два часа после первой Именно на ней побывала моя коллега Евгения Головина Евгения, я бы хотел спросить у вас сейчас Она сейчас находится у нас на прямой связи Дом был оцеплен, и вот эта вторая конференция Что происходило там, и что решил глава города вместе с жильцами? Доброе утро, Антон Да, действительно, в 6.30 была проведена уже первая конференция, очень оперативная В 9 часов собрались именно для того, чтобы решить вопрос о том, где будут размещаться люди на ночлег И рассказать, в общем-то, о дальнейших действиях Хотя бы вкратце, как будет вообще происходить ситуация сегодня и в ближайшие дни О чем говорилось? В первую очередь, конечно, говорилось и о ночлеге Потому что, действительно, в 150-й школе были организованы спальные места Однако, вот, задал мэр города вопрос о том, кто останется ночевать в школе И, по крайней мере, из присутствующих на собрании, на тот момент, пока вопрос прозвучал Никто из присутствующих не изъявил желание остаться Хотя места для ночлега были организованы Также он сообщил о том, что, в принципе, есть возможность вернуться в свои квартиры Все квартиры в этот момент уже, сообщил он, находятся под охраной И каждый жилец попасть в свою квартиру сможет только сотрудникам полиции Потому что практически все двери взломаны, вскрыты И, естественно, к этому нормально отнеслись жильцы Потому что, ну, это была такая ситуация Кстати, стоит отметить, что 60% жильцов этого дома – это сотрудники МЧС Вот такая вот трагическая случайность произошла с домом И они очень оперативно старались То есть, я думаю, что немаловажен фактор То, что очень быстро и оперативно эвакуировались из дома И, к счастью, пострадавших нет Также говорили о том, какая может быть, какая ждет компенсация жильцов Конечно, речь шла о том, что индивидуально в каждом случае будет Но, что касается нормативных актов города То есть два нормативных акта И максимальная компенсация по одному из них – это до 15 тысяч рублей А другая – на семью около 340 тысяч И на одинокопроживающего около 170 Также говорили о том, что сегодня утром уже с 9 часов начнет работать Социальные службы начнут работать прямо в 150-й школе Потому что есть люди, которые остались без документов И сейчас есть необходимость восстанавливать их И получить временное удостоверение личности Ну и, конечно, уже сказали, что сегодня буквально с 9 до 2 часов дня Все те, у кого есть возможность, кому не нужно на работу И те, кто могут быть на месте прямо в квартире Они будут уже с сотрудниками правоохранительных органов С сотрудниками социальных служб составлять акты о том, что повреждено И вот также у меня сейчас в руках тот самый утеплитель, который горел Насколько он горит, мы сегодня попытаемся его, наверное, чуть-чуть поджечь И посмотрим, как это будет выглядеть Горит ли он или причина возгорания была какая-то другая Вот такая у меня информация Евгений, спасибо вам большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!